ДОН РЕКА ЖИЗНИ А также для резидентов Гукова должна быть не выше 7%. Предпринимателей услышат в Москве. Донские депутаты Госдумы пообещали передавать предложения. У нас есть немало примеров, когда Государственная Дума поддерживала законодательные инициативы, поступающие из Ростовской области. Погасить долги из резервного фонда страны. Рабочая группа ищет способы расплатиться с гуковскими шахтерами. Попросить разрешение использовать в виде средств резервного фонда, для того, чтобы договориться с Минфином, использовать его на возмездной основе. Доходы выросли на 7 миллиардов. Депутаты Донского Заксобрания приняли поправки в бюджет. Но о чем это говорит? О том, что Ростовская область развивается, что наши предприятия стабильно работают, выпускают продукцию, реализуют ее. У нас реализуются инвестиционные проекты. Авария Баварии. Футбольный Ростов одержал важнейшую победу в своей истории. Не было никакой недооценки соперника. Мы знали, что будет сложный матч, настраивались только на победу. Но совершили большое количество ошибок. Вот и результат. Важнейшим событием недели стало инвестиционное послание губернатора. Сокращение проверок бизнеса, удешевление займов, упрощение подключения к инженерным сетям, стимулирование спроса, открытие специальных МФЦ. Всех этих вопросов коснулся Василий Голубев в ежегодном обращении к предпринимателям, которое должно улучшить условия ведения бизнеса на Дону. На Дону будет создан региональный фонд развития промышленности, где предприниматели смогут получить займы под 5% на 8 лет. Именно нехватку дешевых кредитов бизнес считает сейчас главной проблемой. Это подтвердило онлайн-голосование. Все участники инвестпослания сначала зарегистрировались на сайте invest61.rf, а затем проголосовали за факторы, которые, по их мнению, тормозят развитие бизнеса. Сложности с получением займов испытывают 39% предпринимателей. Процентная ставка по трехлетним микрозаймам для малого бизнеса в сфере производства, а также для резидентов Кукова должна быть не выше 7%. На эти цели должно направляться не менее 1 трети всего капитала агентства. Речь идет о Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства. По объему капитала оно одно из крупнейших в стране. Менять ситуацию надо и с подключением к электросетям, ведь тарифы на Дону не самые низкие. Поэтому я поручаю на 2017 год установить единый тариф на передачу электроэнергии с применением нижней минимально допустимой планки, установленной Федеральной антимонопольной службой. Напомню, служба может согласовать рост тарифов по максимальной планке до 10%, а может иметь и минимальную планку 3%. Конкурентное преимущество региона – компенсация половины затрат инвестора на подключение к сетям, а резидентам Торгукова возместят 80% расходов. Региональные налоги повышаться не будут, а спрос на местные товары будут стимулировать. Проверки бизнеса нужно сократить, говорит Василий Голубев. От чрезмерного контроля страдают и малые, и крупные компании. Моя точка зрения, она выстрадана опытом. Меня проверяют 2,5 тысячи дней в году. Со следующего года проверять будут только предприятия с непрозрачной деятельностью. Это передовой опыт Подмосковья. Но и донские меры поддержки развития бизнеса можно тиражировать на всю страну, уверен модератор сегодняшней встречи с бизнесом. Вот в России есть 5, 7, 10 регионов, где, несмотря на трудности, несмотря на санкции, несмотря на очень дорогие кредиты, все равно есть развитие и рост. Вот этот опыт должен быть использован. Четвертое инвестпослание отличалось от прежних. Предприниматели могли высказать предложения. Вопросы из зала касались поддержки бизнес-леди, развития сельского хозяйства. Было такое. Верит ли сам губернатор в реальность новых мер поддержки? Мне тоже некоторые вещи с напряжением мы обсуждали и прочее, прочее. Но то, что мы будем шаг за шагом идти к этому, и то, что в 2017 году мы обязательно реализуем заметное количество того, что я сказал, я вам обещаю. Спасибо. Марина Дрюкова, Тагир Фатахов, Надан. Предложения донских бизнесменов услышат на федеральном уровне. Наладить связь между Ростовом и Москвой пообещали депутаты Госдумы на встрече с предпринимателями. А пригласил их к дискуссии губернатор сразу после инвестиционного послания. Собираются за большим круглым столом после инвестиционного послания губернатора. Направления развития определены, часть проблем озвучена, а переходят к более детальному обсуждению. У нас есть немало примеров, когда Государственная Дума поддерживала законодательные инициативы, поступающие из Ростовской области. Мы, наверное, должны сделать все, чтобы смогли способствовать принятию нужных и полезных для Ростовской области решений. Предприниматели предлагают пересмотреть закон о новых кассовых аппаратах. Использовать контрольную технику придется уже в следующем году, но издержки на их установку для малого бизнеса могут оказаться слишком велики. Депутаты готовы этой темой заняться. Вы вспомните, когда вводили кассовые аппараты, закон приняли, на рынках, было такое. Но потом же мы отменили. Инициатива от кого шла? От Ростовской области тогда. Вот мы это сделали. Поэтому давайте сейчас предложение конкретное, четкое, сформировано, и мы будем работать. Еще одна проблема малого и среднего бизнеса – нехватка производственных площадок, подключенных к коммуникациям. Почему-то вокруг города Ростов-Ан-Дону не выделить площадки, построить там, можно сказать, цеха, подвесить коммуникации, сдавать предпринимателям на рыночных условиях. Эта инициатива адресована местным властям, и те обещали подумать. Также предпринимателей волнуют высокие административные штрафы, сокращение розничных рынков, распределение налога на прибыль. Такие встречи будут проходить минимум дважды в год, и результатом этих встреч будет сформированное предложение, которое направляется в нашу депутатскую группу. На встрече выбрали ответственного за коммуникацию региона с донскими депутатами в Госдуме. Им стал Виктор Дерябкин. Виктория Щетинина, Станислав Фоменко, Надону. Чтобы погасить долги шахтерам банкрота Кенткоула, депутаты Госдумы и российского Минэнерго предложили обратиться к премьер-министру с просьбой разрешить использовать средства Резервного фонда страны. Идею озвучили на рабочей встрече первого заместителя губернатора с инициативной группой. Помогите, пожалуйста, чтобы люди живут, чтобы радовались о жизни. Задолженность по зарплате гуговским шахтерам на сегодня больше 200 миллионов рублей. И это при том, что не имеющая отношения к угольному бизнесу региональная корпорация развития по просьбе губернатора выплатила часть долгов – 20 миллионов рублей. Остальное горняки смогут получить после продажи имущества Кенткоула. Сейчас идет его оценка. Прокуратура взяла на контроль все действия, что касается залогового кредитора, что касается оценки. Мы идем в графиках, до конца месяца будет сделана оценка, уже часть объемов выставляется на торги. Соответственно, до 15 декабря будет оценен то имущество, которое находится сейчас в шахтах, где есть подтопление. На рабочей встрече поступило предложение не ждать торгов, а попросить Дмитрия Медведева разрешить выплатить долги горнякам из резервного фонда. А после продажи имущества компании «Банкрота» вернуть деньги в резервный фонд. Попросить разрешение использовать в виде средств резервного фонда, для того, чтобы договориться с Минфином, использовать его на возмездной основе. Второе. Соответственно, конечно, все мы сосредоточены на том, чтобы не допустить какого-то тренирования активов и готовы специалистами, которые необходимы по шахтам, помочь. Вопрос по задолженностям депутаты Госдумы обещали поднять на селекторном совещании с главой российского правительства в пятницу. Ася Скрыникова, Юрий Санкин, Дону. Триумф недели случился морозным вечером среды на стадионе «Олимп-2». При минус 5 на термометрах Ростова ответил Баварии за 0,5 в Мюнхене. Эта игра вошла в историю клуба и всего российского футбола. Донская команда впервые победила европейский клуб высшего уровня. Скептики уверенно заявляли, что Бавария после блистательной победы дома и здесь камня на камне от россиян не оставит. С первых минут немцы устраивают жесткий прессинг. Оборона Ростова скрипит, но стоит. И только на 36-й минуте суматоха у ворот Джанаева, Навас, пытаясь разрядить обстановку, суетливо выбил мяч прямо на ногу Дугласу Кости. И тот вогнал его под перекладину. Но Ростов искал свой шанс и поймал. Полос перехватил плохой пас Дугласа Косты и отправил к воротам Баварии Азмуна. Иранец элегантно на замахе убрал Буаттенга и пробил мимо Ульрайха. Не было никакой недооценки соперника. Мы знали, что будет сложный матч, настраивались только на победу. Но совершили большое количество ошибок. Вот и результат. В самом начале второго тайма хозяева зарабатывает пенальти. И Дмитрий Полос хладнокровно его реализует. Преимущество желто-синих продержалось недолго. Через три минуты Саншиш после передачи Рибери счет сравнял. Но это было еще не все. На 66-й минуте хозяева получили право на штрафной. И на Боа его блестяще исполнил 3-2. В концовке Бавария устроила мощнейший штурм. Но Ростов историческую победу, первую для клуба в Лиге чемпионов, отстоял. Это фри-кик. Ростов лейт снова. Бамби Кич поздравил всех. Сказал, что в жизни футболиста бывают очень яркие эпизоды, которые он в том числе немало пережил. Он об этом не говорил, это я добавил. И он сказал, что вы написали сегодня историю. Каждый для себя в своей футбольной карьере. И три раза эмоционально очень сказал, мужики. После матча болельщики еще долго не могли прийти в себя. Победа любимой команды, шок и радость. Мы сегодня приехали из Приморки, из Патаганрога. Мы думали там, ну, хочешь, 3-2, 5 голов. Немцы боятся мороза. Ростов чемпион! После пятого тура преимущество ростовчан над ПСВ, проигравшим в Мадриде 3 очка. Для попадания в Лигу Европы нам достаточно сыграть в Энховене в ничью. И только поражение выступление в Европе закончит. Роман Саганов, Тагир Фатахов. На Дону. Доходы Донской казны увеличатся на 7 миллиардов рублей. Благодаря в первую очередь росту прибыли крупных предприятий. Поправки в главный финансовый документ региона принял на этой неделе парламент. Кроме бюджетного, депутаты рассмотрели более 90 вопросов. Благодарим наших футболистов за великолепную игру. Так сегодня началось заседание областного парламента. Затем в правительственный час депутаты выслушали отчет главы Минстроя о мерах по обеспечению жителей региона доступным и комфортным жильем. И перешли к главному вопросу – бюджету. Поправки вносят из-за роста налоговых поступлений. 5 миллиардов рублей дал налог на прибыль, миллиард – налог на имущество. Еще 800 миллионов – акциз на пиво. Ну о чем это говорит? О том, что Ростовская область развивается, что наши предприятия стабильно работают, выпускают продукцию, реализуют ее. У нас реализуются инвестиционные проекты. Ряд расходов удалось сократить. В первую очередь на обслуживание госдолга. В итоге дефицит бюджета уменьшился на 7 миллиардов рублей. Мы выходим на дефицит ровно в 7 миллиардов. Вот там с маленьким хвостиком. То есть мы сокращаем дефицит бюджета в два раза. Балансируем, устойчивым делаем бюджет 2016 года. Ростовская область уходит от кризисного бюджета, что говорит о стабилизации экономики. Также сегодня парламентарии утвердили поправки в земельное законодательство. Теперь участки многодетным семьям будут выделять не сельские поселения, а районы администрации, у которых больше вариантов для лучшего решения вопроса. Есть хорошие новости для автолюбителей. Из закона исключается положение, которое предусматривает необходимость оплаты перемещения и хранения транспорта на спецстоянке до его возврата. Таким образом, задержанный автомобиль можно будет забрать со штрафстоянки до уплаты штрафа. Рассмотрен и вопрос о молодежном парламенте. Попасть в его следующий созыв будет проще. Если раньше на кресло претендовал один представитель от нескольких общественных организаций, то теперь по одному от каждой. Мария Индрикова, Тагир Фатахов, Станислав Фоменко. На Дону. Эпидемический сезон гриппа начинается, объявила на этой неделе главный санитарный врач страны. По прогнозам, ситуация осложнится через 2-3 недели. Появились риски появления новых патогенных штаммов вируса, к которым мы должны подготовиться и не допустить их распространения, отметила Анна Попова. На Дону от гриппа привито больше 40% населения. Это уже данные Роспотребнадзора. Цифра заметно больше прошлогодней. Коротко новости, о которых говорили на этой неделе. В Таганроге застрелили леопарда. Зверь напал на сотрудницу живого уголка в парке Горького и поранил ее. Полицейским пришлось животное пристрелить. Причем удалось это только с четвертого выстрела. Забавными дружескими сообщениями обменялись футбольные Ростов и Бавария перед матчем. Немцы прислали короткое видео, где Томас Мюллер выходит на тренировку в одних трусах. И поинтересовались, как погода, стоит ли Томасу брать шорты. Наш клуб ответил в тон, теплее будет в ушанках. И на групповом фото Баварии, соответственно, отдел ее игроков. Немецкие футболисты к совету не прислушались и проиграли. Ян Лесли уволен с поста главного тренера гонбольного Ростов-Дона. Причина отставки – провал в Лиге чемпионов. За два с половиной года в активе датчанина победа в чемпионате Кубки и Суперкубки страны. И успешная игра в прошлом сезоне Лиги чемпионов, где наша команда вышла в четвертьфинал с показателем 11 побед и одна ничья в 12 матчах. Потом, правда, были не выход в финал четырех и поражение в финале российского чемпионата. Новым главным тренером, по всей вероятности, тоже станет иностранец. На 13-м заседании Ростовской гордумы депутатов преследовали паранормальные явления. Микрофоны на трибуне постоянно выключались, а одна из люстр внезапно стала раскачиваться и мигать. Несколько депутатов даже вскочили со своих мест, но у страхов чертовой дюжины оказалось совершенно бытовое происхождение. Просто на чердаке рабочий задел кабель. В Неклиновском районе треснувшую опору линии электропередач обмотали скотчем. Мягко говоря, некачественный ремонт столба замечен в райцентре, в селе Покровском. В интернете снимок вызвал предположение полечить столбик еще более серьезными методами. Например, приложить подорожник. Казачьи сотни быть. Еще 18 студентов ЮРГПУ НПИ приняли присягу и теперь начнут учиться в военном институте казачьему делу. Это будет уже третья группа казаков с высшим образованием. Через полтора года эти 18 ребят защитят свой статус и получат чин хорунджей. Все они уже год учатся в военном институте, а теперь прибавятся занятия по основам православной культуры и казачьего самоуправления. Первая присяга в 2014 году, она была ровно через 95 лет, как была последняя присяга атаманского казачьего училища в 1919 году, перед тем, как завершалась гражданская война. В 1869 году решили профессионально обучать казаков и создали Новочеркасское атаманское военное училище. Традицию продолжили в наше время, как знак свыше. Институту несколько лет назад присвоили имя Платова. Возник проект возрождения казачьей сотни. И если вся их жизнь до этого была больше построена на некой инициативе, насколько можно было бы следовать традициям, насколько чтить историю казачества, то сейчас у них появилась очень важная обязанность. Обязанность служения. Служение родному краю. Сейчас ЮРГПУ НПИ – основа высшего образования казаков на Дону. Говорить о том, что Новочеркасское – это единственный опыт, нельзя. Но мы на сегодняшний день говорим, что это лучшее, что есть, что очень серьезно воспринимается и населением, и молодежью, студенческой молодежью. Молодые казаки открыли памятную доску честь столетия выдающегося выпускника энергетического факультета НПИ Леонида Смирнова. Председатель Госкомитета САУМИНА СССР по оборонной технике, куратор ракетно-космической отрасли должен стать примером для студентов, подчеркнуло руководство ВУЗа Юлия Карасюк и Юрий Санкин на Дону. Всероссийский тест по истории Отечества могут пройти завтра все желающие. Подробности организаторы рассказали в пресс-центре Дон Медиа. Проверка знаний стартует по всей стране в 11 утра. За 40 минут нужно будет ответить на 40 вопросов по истории России с 882 года до наших дней. Историческая память – это великая вещь. И без исторической памяти вообще народ мертв. Мы поэтому вот такими мероприятиями, пропагандируя их, мы, конечно, стараемся поддержать вот эту положительную тенденцию, которая наблюдается в нашем обществе. Главной площадкой в Ростове станет корпус ЮФУ на Большой Садовой 33. Проверить себя можно и на сайте проекта КДГР РФ. Молока в области станут производить больше. Новые молочные комплексы открыты в Сальском и Волгодонском районах. Реализуется инициатива губернатора сделать молочное животноводство отраслью опережающего развития. Аргумент для желающих заняться этим направлением – часть затрат компенсирует бюджет. На окраине хутора Потапов поставила свой третий животноводческий комплекс «Лада». Разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направления – одно из последних и явно успешных начинаний этого многопрофильного предприятия со своими пашнями и пастбищами. Это ведь не просто новое светлое помещение. Это рабочие места для людей. Это возможность прилечь молодежь в эту отрасль, которая будет уже работать в новых условиях, которая будет себя ощущать специалистами. Может быть, немножко другого уровня, потому что здесь большой уровень механизации, автоматизации. Каждый хочет сесть за компьютером, получать большие деньги, а кушать хотим, естественно, что экологически чистые, хорошие продукты. Поэтому вкладывание денег в животноводство, и тем более собственных денег, которые вложило данное предприятие, это очень здорово, и мы им говорим спасибо. Смена скотника Дмитрия Иваненко с 4 утра до 8 вечера. И так 5 дней подряд. Потом столько же выходных. Коровы его явно узнают. Этот плохим не накормит. Даем кукурузу, подсолнух, трава полевая и корм. Чтобы они не даем, а сухой корм мешаем силосам. Ну и тогда получается и жирность, и сытость. Взяли две породы, это черно-пестры мы брали и айшеров. Но все-таки мы хотим для нашей местности уже вырастить то поголовье, которое будет адаптированное под наши все условия. И айшеры больше показывают результаты. То есть молоко их заменяет даже козье практически молоко. А черно-пестры, конечно, дают больше надой. Молоко из Потапова уже отправляют на Смикаракорские и Обливские сырзаводы. Здесь в районе есть свое небольшое производство экологически чистых продуктов, сыров, сметаны, а в планах строительство крупного перерабатывающего завода. За счет собственных средств с использованием господдержки в Сальском районе провели реконструкцию молочно-товарной фермы номер 4 в СПК «Русь». Теперь в хозяйстве увеличат стадо и надеются получать дополнительно около 400 тонн молока. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, «Надону». Спортивные новости. Донские клубы не смогли повторить успех футболистов. В четырех матчах хоккея и баскетболе наши команды смогли одержать лишь одну победу. И ту в дополнительное время. Отчет подготовил мой коллега Роман Саганов. Физкульт-привет начнем с хоккея. Донские кондоры очередной тур первенства высшей хоккейной лиги провели в столице Чувашии. Ростов и Чебоксары ведут борьбу за первую строчку турнирной таблицы, поэтому их встречи – особый накал страстей. В первом матче наши парни смогли вырвать победу овертайме. Исход поединка решила шайба Алексея Савинова на четвертой минуте дополнительного времени. 4-3. В основное время точными бросками отметились Мартынов, Угаров и Алтухов. А в ответной встрече хозяева смогли сломить сопротивление ростовчан. Победа Чебоксар – 4-2. У нас шайба на свой счет записали Алексей Алтухов и Андрей Леонов. Теперь кондоры отправляются в Саранск, где 26 и 27 ноября сыграют с Мордовией. Не смогли порадовать болельщиков донские баскетболистки. Ростов-Дон-Юфу принимал лидера первенства «Динамо Фарм» из Курска. В первой встрече гости камня на камне не оставили от нашей команды, разгромив 73-49. Проварились наши девушки во второй четверти. В ответной игре наши девушки, проведя работу над ошибками, вышли совершенно другим настроем. И до победы им не хватило всего одного очка – 68-69. Следующие игры 5 и 6 декабря на выезде в Москве с МБА-2. А на сегодня у меня все. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Пока-пока. Рэп, рэп, рэп-пасаран. Рэп-пасаран. Миллионы телезрителей. Гвоздь передачи сегодня – рэп-группа Джей Си Ким. Кто ты? Копия. Оригинал. Быть таким, каким создал создатель. Я выбрал быть 100% оригинал. Не гоню за мода, для меня это хлам. Мое сердце занято Христом, не прячь поролон. Враг пытается пробить мои латы и бронь. Пятница? Сегодня можно. В таком русле течет жизнь на Дону. В студии была Галина Горлова. Приятных выходных. До встречи. Впереди небольшое, но потепление. Ноябрь уже успел показать все времена года. Позднюю весну, холодную зиму, а к выходным температура станет привычной для этого месяца. Здравствуйте. Сейчас расскажу подробнее. На этой неделе в Ростовской области сильный ветер в разы усилил мороз. Несмотря на то, что температура держалась от плюс одного до минус четырех градусов, жители области ощущали ее как минус 15. Сильный восточный ветер согнал в Дону воду. И недалеко от Ворошиловского моста снова образовался островок. Его ростовчане уже прозвали Средьбердоном. Уже в пятницу ветер стихий на выходных будет теплее. В Вешенской столбики термометров на выходных покажут минус один и плюс один градус. В Обливской плюс один и будет снег. В Чертково минус два и плюс два градуса. В Белой Калитве и Шахтах воздух прогреется от ноля до трех градусов тепла. В Волгодонске и Сальске чуть теплее до плюс пяти. В Таганроге будет до плюс трех градусов и небольшой снег. В Ростове-на-Дону воздух прогреется в субботу до одного, а в воскресенье до трех градусов тепла. Ветер юго-западный, его скорость до двух метров в секунду. В субботу пойдет небольшой снег и барометр покажет 762 миллиметра ртутного столба, что все-таки выше нормы. В воскресенье будет пасмурное, атмосферное давление нормализуется. А теперь погода в сфере промышленности Ростовской области. По данным Ростовстата, с января этого года выпуск промышленной продукции донских производителей вырос больше, чем на 14,5% по сравнению с прошлым годом. Производители транспортных средств и оборудования для обрабатывающего сегмента увеличили выпуск продукции на 50%, а производители нефтепродуктов на 43%. Более 20% прибавили к прошлогоднему уровню предприятия, которые производят электронное и оптическое оборудование, целлюлозу, бумагу и занимаются издательством и полиграфией. Устойчивые темпы роста от 13 до 18% демонстрируют производство обуви, резиновых, пластмассовых и кожаных изделий, химическое, текстильное и швейное производство. Пока это все погодные новости. Статистические данные предоставлены Ростовстатом. Я желаю вам безоблачных выходных. До встречи!